Что сказать по игре? Результат, понятно, что не очень хороший для нас. Хотя, как вкладывать игра, мы могли еще проиграть. Что касается именно непосредственной игры. Первый тайм, что не получилось, в первую очередь не получилось, это быстрое хождение мяча, то, что мы просили у ребят. Мы могли разворачивать с фланга на фланг, в первую очередь. Это было очень медленно, очень долго ходил мяч. Второе, это очень мало было наших открываний, наших нападающих инсайдеров за спину сопернику. Мы хотели все вскрыть через центр. Очень много было, хотя просил, что насыщенная оборона будет. Два опорных будут у них работать. И все атаки, которые мы хотели развить через центр, это не получалось. В конце первого тайма, на что даже делали акцент у ребят, специально знали, что есть у них ребята быстрые нападающие, которые при потере любого мяча сразу открываются за спину нашим центральным защитникам. Что и произошло. Пошла потеря мяча, пошла вертикальная передача. Упустили, наверное, нападающего, который забил нам гол. В перерыве ребятам объяснил, за счет чего можно попробовать изменить. Нам надо было забивать. В втором тайме пытались, но, опять же, наверное, то, что была очень спешка, хотели быстрее доставить мяч. И при этом было очень много брака, очень много было невынужденных ошибок, неверных решений, не те решения, которые мы хотели воплотить во втором тайме. Ну, в концовке, да, то, что, по крайней мере, требовали в конце второго тайма, забили этот гол. Наверное, вот так вот. Две комментарии? Ваши вопросы? Это совместно было решение с… Почему? Потому что, ну, Роме надо доиграть тоже. У него есть интерес, хотят, наверное, чтобы он играл. Если он уйдет туда, будет играть, только это плюс. Тем более, он остается надо… У нас сейчас много лимитчиков, которые есть в команде. И мы хотим, чтобы все наши лимитчики, наверное, играли. Поэтому, как бы, пришло предложение, мы обдумывали, решили, что… Нужна игровая практика, в первую очередь, футболисту. Мы решили отдать его в аренду. В принципе, у нас молодые вратарей, как бы, хорошие. Мы рассчитываем на каждого из них, кто остался. Понятно, Егор у нас номер один. Но, в первую очередь, все эти моменты, то, что касается вратарей, у меня есть тренер, который отвечает за это. Ему, как бы, я доверяю. Карл Бланш есть у него. Он, в первую очередь, он ответственный, наверное, за вратарей. То есть, как бы сказать, вы, как бы, сами ответили. То есть, если спрашивать. То есть, второго, как такового, нету. Все ребята, которые молодые, они все между собой будут конкурировать. И кто из них будет сильнее, то есть, будет, наверное, играть. Это, как бы, вопрос к моему помощнику. Он мне дает полную информацию. Нет, в принципе, у Антона есть проблемы, то, что касается искусственных полей. Уже давно это знают многие. Мы планировали эту замену. То есть, с ним, как бы, обговаривали этот момент с врачами. То есть, было, как бы, решение, наверное, такое, что он на данный момент может. Вот, это касается не физических именно качеств. Именно, как касается его, ну, как бы сказать, как бы, ну, состояния здоровья. То есть, не от того, что, как бы, он готов, не готов физически. Как бы, физически у него проблем нет. Он может играть и два тайма. Там, это все зависит от, грубо говоря, синтетики, наверное. Установку, в первую очередь, выиграть было, любой этот, и забить, и забить гол. Потому что, если ты не забиваешь, к сожалению, не выигрываешь. Установка была, в первую очередь, была разложена и показана всем ребятам, как мы будем атаковать, как будем обороняться. То есть, практически все сдали. Но, единственное, что у нас не получилось, наверное, реализовать именно те мысли наши, которые мы хотели, реализовать именно в игре. И почему, я, наверное, объяснил. То есть, очень медленно были какие-то моменты в игре. Ну, почему, любая команда, может быть, все зависит от нас, как мы. Мы, наверное, сыграли, как я считаю, ниже своего уровня. Опять же, знаете, как бы, мы готовились, наверное, только два дня нам, мы смогли подготовить. Почему? Потому что, как-никак, восемь человек у меня уехали в сборную. И, как бы, на это, как бы, нечего списывать. Но, все равно, когда ты планомерно в недельном цикле готовишься, ты понимаешь. Здесь ребята приехали, два дня. Понимаю, перелеты, выхолочка, знаете, какая-то, наверное, именно эмоционально. Кто-то провел по две игры, кто-то одну провел игру. Может быть, это в какой-то степени сказалось. Но, опять же, вся ответственность, в первую очередь, на мне. То есть, я, как бы, представлял план, то есть, я назначал состав. То есть, все, как бы, все проблемы, только, грубо говоря, это то, что я, как тренер, наверное, может, какие-то моменты не донес, может быть, неправильно выбрал состав. Зависит от футболистов. У нас опытные футболисты. И должны понимать, я не один раз говорил, что очень надо быть сконцентрированным. Это в конце первого тайма и в конце игры. Потому что очень часто пропускаются голы на последних минутах. Мы, как бы, наверное, вот это наш минус, что мы не сконцентрированы были. И, получается, конечно, для соперника это плюс, для нас это минус. Но у нас было 45 минут, чтобы переломать ход матча. Но мы, наверное, не смогли это сделать.